Здравия вам всем желаю! С вами программа обзор позавчерашней прессы и я Семен Ключевский. Продолжим путешествие по пыльным подшивкам российской прессы. Новости дня 1904 год. На днях с пассажирским поездом Московско-Рязанской железной дороги доставлен в Москву и на другой день перевезен в зоологический сад, приобретенный за весьма солидную сумму, прекрасный экземпляр хорошо упитанной самки тигра, родом из Ферганской области. Животное помещено во вновь отделанном львятнике. Правда 1932 года. Нагорный Карабах – область сплошной грамотности. Баку. Нагорный Карабах блестяще подготовился к новому учебному году. В области все дети охвачены обучением. В городах, районных центрах, крупнейших колхозах и селениях введен все обуч в объеме семилетки. Педагогическими кадрами школы обеспечены полностью. Путем субботников отремонтировано 160 школьных помещений. Успешно прошла кампания по организации горячих завтраков и обеспечению бесплатными завтраками детей беднейших крестьян. Поучительная книга о глухоте. Бесплатно. Вечерний Ленинград в 1951 году пишет о легко устранимой проблеме. Шариковые ручки получают все более широкое распространение. К сожалению, зарядить ручку – целая проблема. Пунктов для зарядки в нашем городе очень мало, поэтому в них всегда большие очереди. Паста имеется только фиолетового цвета. Причем стоимость зарядки – 2 рубля. Сеть пунктов по зарядке шариковых ручек необходимо расширить. Кроме того, необходимо расширить ассортимент паст. Эту проблему, слава богу, и жили. Нынче заправляем картриджи. Правда, 1981 года. Милитаристский угар. Новая программа развития стратегических сил США, объявленная недавно президентом Рейганом, как было официально отмечено, определит характер американских ядерных сил вплоть до начала 21 века. Такие параметры не случайны. Это не только самое дорогостоящее. В ближайшие пять лет будет израсходовано 180 миллиардов долларов. Но и самое значительное наращивание американского ядерного арсенала за несколько последних десятилетий. Экран и сцена. 1991 год. Заголовок «Французская любовь» или «Не бывает социализма» в одном отдельно взятом линфильме. Наш еженедельник решил взять под колпак, в кавычках, процесс создания фильма Алексея Германа «Хрусталев машину». Мы планируем рассказывать читателям о разных моментах съемочного периода картины. Сейчас стадия режиссерской разработки сценария. Цитата. Мы снимаем фильм о сказочной московской жизни 1953 года. Я ненавижу заниматься искусством. И боюсь. Мне бы поруководить. Молодым помочь и подсказать. Сценарий со Светланой, его супругой. Написать. Но. Вот возникает зуд. И начинаешь подумывать, прикидывать. И все же большое значение имели французские продюсеры, которые могли помочь и помогали реально. Студия денег почему-то не дает. Идет моральное и физическое разворовывание кино. Не бывает социализма в одном отдельном линфильме. Разруха в стране, разруха на студии. Развал производственной базы – это очень плохо. Но поправимо. Развал людей изнутри – необратим. Конец цитаты. Грустно, что фильм, который снимает Алексей Герман, будет считаться французским. Здравия вам всем желаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok